Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Нынешний год глава государства объявил годом семьи. Почему именно сейчас решил глава государства Владимир Путин объявить годом семьи? Как сейчас поживает институт семьи в нашей стране? Какие меры надо предпринимать, чтобы этот институт преодолел нынешний кризис, а он есть? Об этом мы сегодня поговорим с гостями из студии. Это Светлана Шепет, член общественной палаты областного центра. Добрый день! И Алексей Третьяков, тоже наш общественник. Добрый день, уважаемые гости! Скажите, вот как вы думаете, почему Владимир Путин именно нынешний год решил прогласить годом семьи? Ну, я думаю, что это логичное продолжение того тренда, который задан в нашем государстве. Прошлый год, как вы все помните, был годом педагога и наставника. Прямо ли, опосредованно ли этот год был направлен на подрастающее поколение? Это очень радостно в том, что наконец-то у нас государство задумывалось о том, что наши дети, наше подрастающее поколение – это фундамент нашей будущей России. Да и вообще семья – это ячейка общества. В советских времен у нас есть такая фраза. Совершенно верно. Без семьи, соответственно, без этой ячейки общество распадется. Совершенно верно. Совершенно верно. И здесь государство ведет рука об руку с Русской Православной Церковью и со всеми традиционными религиями нашей страны. Это очень-очень важная задача. И еще раз подчеркну, что это такое позитивное явление, что государство обращает на это внимание, свое внимание, привлекает к нему большое количество людей, заинтересованных и не только работающих в соответствующих сферах и отраслях, но и общественной организации и просто неравнодушных людей. Слава, что думаете? В Твери, как и во всей стране, проходит очень много мероприятий, которые дают возможность детям, взрослым почувствовать, насколько важно понимание, что есть традиционная семья. Есть мама, папа, ребенок. И это хорошо. Это ячейка. А лучше не один ребенок. О чем говорят наши губернаторы и президент, соответственно. Чем больше детей, тем лучше. Конечно. И это то, что дает возможность надеяться на хорошее будущее, на надежное будущее для наших детей. И, конечно же, и нам, как родителям, это тоже какая-то опора, надежда на то, что в определенном возрасте нам будет на кого понадеяться. Вы сказали, что мероприятия проводятся. На Ваш взгляд, какие мероприятия должно проводить государство, органы власти, это и федеральные, и региональные, и муниципальные. Но при этом, должны ли мы уповать только на органы власти и что-то должны и сами, наверное, делать? То есть, какие мероприятия государства и что вы, как общественники, делаете? Ну, вы знаете, вы совершенно правы, когда задаете этот вопрос, потому что общество – это же часть государства. И вообще, я считаю, что очень сейчас важная задача стоит перед нашей страной – это создание гражданского общества, настоящего гражданского общества в правильном понимании этого слова. Это общество, которое настроено на укрепление собственной страны, на развитие общества, на развитие общественных институтов. Поэтому здесь большой спектр работ, работы и лежит как раз-таки на обществе, общественных организациях, общественных деятелях. В том числе, если касаться нашей области и нашего города, в первую очередь, я хотел бы отметить, что в конце прошлого года, благодаря общественной деятельности, оковообщественных деятеля, члена Общественной палаты России, как Наталья Москвитина, в нашем регионе был принят закон о запрете склонению к абортам. Это важная такая веха для нашей области, для нашей страны. Наш регион стал вторым регионом после Мордовии, если я не ошибаюсь, где принят такой закон. Конечно, если сказать о практическом применении этого закона, конечно, закон, который не имеет ответственности за его неисполнение, он, наверное, мало здесь полезен. Но как декларация того, что наше государство, наш регион, приверженец вот этой политики, это очень важно. Понятно, что развитие этого закона, оно зависит от многих факторов, и не только от органов власти, но и от сознания тех людей, которые участвуют в этом процессе, в том числе и прежде всего врачей. Но, как сказать, первый шаг сделан, это очень хорошо и очень позитивно. То, что касается проектов, которые осуществляет Общественная палата города Твери, их достаточно много, и они все достаточно громкие. И они не распространяются только на город Тверь, несмотря на то, что юрисдикции нашей палаты, казалось бы, это наш город. Но так получается, что мы вовлекаем в орбиту своей деятельности и другие города, и не только города, но и страны. Здесь хотелось бы привести пример потрясающих проектов всем известного в нашем городе отца Романа Манилова. Это и проект о Тверском Драгунском полке, который связывает наш город с нашим городом-побратимом Гюмри. Это и его проекты «Тверской Севастополь», который связывает Севастополь, Крым с нашей Тверской землей. Это замечательные проекты члены Общественной палаты Андрея Ульянова с производством маленьких короткометражных фильмов, которые делают дети, в том числе и с 12-й гимназии. Это очень хорошая история. Хорошая история в том плане, что патриотизм – это не только поднятие флага. Мы все помним, встав на излете Советского Союза, насколько поднятие флага и исполнение гимна было фальшиво, когда дети, которые чувствуют фальш очень остро, видели разность между тем, что происходит в официальной плоскости школы и в реальной жизни. А здесь через своих предков, через своих бабушек, дедушек, прадедушек, наверное, уже скорее всего для детей, через призму их жизненного пути во время Великой Отечественной войны, они к этому прикасаются, они чувствуют себя сопричастными, они чувствуют себя продолжателями этого рода, рода героев, рода победителей. Это очень важно. Мы также проводим достаточно большие мероприятия, связанные в рамках интеграционных движений с Белоруссией. Это не только выставки с городом Побратима Морши, но вот 10 мая проходил большой форум, организатором которого был Общественная палата города Твери и Тверское отделение Культурного фронта России, общественная организация, которую Николай Петрович Бурляев всем известный возглавляет, с белорусскими партнерами проходил форум в городе Минск, память общая, он называется, посвященный геноциду славянских народов во время Второй мировой войны. В этом аспекте рассматривались геноциды русского народа, на примере блокады Ленинграда белорусского народа, на примере концентрационного лагеря Тростенец и сербского народа... И Хатынь та же самая. Хатынь, да, это тоже очень важный аспект, Хатынь, и сербского концентрационного лагеря Есеновоц, где уничтожались полномерно и целенаправленно именно славянский, сербский и православный народ. Зачем мы это делаем? Мы делаем это исключительно для того, чтобы привлечь внимание нашего молодого поколения. Это школьников, студентов. Выставка, мы проводим это не только в виде круглых столов, мы делаем выставки. В этой выставке в Минске приняли участие наши тверские художники Людмила Юга, прежде всего Петровская академия наук и искусств выставила своими картинами и скульптурами. Это сербская монахиня Мария Антич, у которой есть очень тяжелая, но в то же время очень правдивая выставка о событиях в Есеновце с 1941 по 1944 год. Эта выставка, кстати, впервые была показана в Твери осенью этого года, в галерее Сидорова. Вот такие проекты происходят. Привлекаем мы туда детей, рассказываем, показываем. Например, на выставке про концлагерь Есеновец за время ее работы прошло, нам удалось привезти туда, наверное, около 400-500 человек, старших школьников и студентов университета, прежде всего исторического факультета. Вы знаете, это настолько эмоциональная история, это настолько трогает людей, девчонки выходили все просто в слезах. То есть такой эмоциональный заряд не даст им забыть о том, что это такое было и зачем это нам нужно. А нужно нам это очень, потому что многие факты исторические по определенным политическим причинам скрывались. Так скрывалась история про концлагерь Есеновец, так долгое время не афишировалась история про Хатынь в том плане, кто был участником этих злодеяний. Да, везде и там, и там это были некие абстрактные фашисты, но у каждого преступления есть фамилия и имя, и там это были хорватские католические священники, в Есеновце здесь были бандеровцы и украинские фашисты, коллаборанты. Об этом не говорилось, это скрывалось, а история вещь такая, что если ее прячут под ковер, она повторяется, и все повторилось. Повторилось это и в Хорватии в 90-е годы, повторилось это в Одессе в 2014 году, повторяется это и сейчас. Поэтому вещь важная, об исторической правде должны знать не только дети, но и взрослые, о том, чтобы понимать, в каком мире мы живем, с кем рядом мы живем, и что нам нужно делать в своей собственной стороне. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, потом продолжим. Мы снова в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об институте семьи, как нужно, что нужно сделать, чтобы он успешно развивался в нашей стране. Светлана, ну вот к вам вопрос. Вы у нас человек не чуждый для мира искусства. Вот, Алексей только что говорил про патриотизм, воспитание, то есть на примере наших героев Великой Отечественной войны, других лет. Но ведь патриотизм, любовь к родине, это не только про военные действия. Россия наша известна на весь мир, в том числе деятелям искусства. Чайковский, Рахманинов, наши композиторы Бородин, Римский Корсаков, наши художники, поэты Достоевский, Чехов и так далее. Скажите, вот в этом плане ведь тоже, я считаю, нужно что-то делать, какие-то мероприятия проводить с детьми, чтобы они учились родину любить не только потому, что это родина Александра Матросова, Георгия Жукова, Кутузова, Невского и так далее, но что это родина вышеперечисленных деятелей культуры. Да, Роман, я совершенно с вами согласна. Вот я как представитель Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, я возглавляю Тверское отделение, хочу сказать, что в фонде появилось большое количество мероприятий, в которых участвует семья, дети, родители, ну даже при удобном стечении обстоятельств бабушки и дедушки. Да, и это очень здорово. Знаете, я считаю, что вот такое участие всей семьи в том или ином проекте, это тоже своего рода патриотическое воспитание, это сближает поколение, дает возможность поговорить, пообщаться, обсудить какие-то темы, а как было раньше, а как сейчас. Ведь даже если взять предметы искусств, музыку, танцы, ведь оно же не стоит на месте, все равно развивается, все равно. Танцы, опять-таки, я не перечислил, это Барышников, Рудольф Нуриев и многие-многие наши другие, Майя Плесецкая. Да, возьмите фигурное катание, сейчас в 14 лет уже тулупы какие танцуют, и что было, скажем, 20-30 лет назад, эти сложные элементы делали в лучшем случае, ну может быть, к 20 годам фигуристы. То есть не стоит на месте, точно так же, как и в музыке, сейчас, например, выпускники музыкальной школы играют то, что когда-то играли на начальных курсах консерватории, не стоит на месте. И это очень важно, вот, что дети, родители понимают, родители поддерживают детей в их продвижении вперед. Дети, наоборот, понимая, насколько они могут, скажем, подать пример своим родителям, объединяются и делают одно общее дело. Вот, и в конечном итоге, я считаю, что одно общее дело, это дело на сближение семьи. Да. Чтобы вместе. Чтобы вместе. В традиционном ее понимании. А я считаю, знаете, вот вообще понимание должно быть не традиционное и нетрадиционное, а просто семья. Просто семья, да, мы уже как-то... Потому что вот эти все нынешние понятия, когда, не знаю, всякий эфемизм применяют, раньше, как говорили, сожители, а теперь нет, это его женщины, это мужчины, вот они живут, семьи толком нету и так далее. Потом раз разошлись, а может, уже ребенок появился, ничего не зарегистрировано и так далее. Семья должна быть традиционно. Сошлись, если пошли в ЗАГС, расписались, дети, чтобы все было по закону, как положено. Поэтому, я считаю, понятие семьи должно быть только таким. Да, закладываться на, в том числе, и совместных каких-то действий. Конечно, это важно. Потому что сейчас жалуются на атомизацию общества в том плане, что родители и дети существуют в параллельных мирах. Они притекаются, может быть, за завтраком и, может быть, за ужином. Все. А дальше каждый занимается своим делом. А вот это хороший пример. А в итоге, вот как я сказал, пример. Есть какие-то действительно такие вот уже факты конкретные, когда... Верепрессии? Да. Конечно. Очень много таких проектов, которые делаются и в Москве, и в Твери. В Твери нам интереснее. И в Тверской области. И область, конечно же. Да. Ну вот, например, в нашем зале, в киноконцертном зале «Панорама» в конце апреля прошел замечательный концерт, на котором приняли участие дети, стипендиаты губернатора Тверской области, лауреаты международных российских конкурсов. И с детьми были дети и на сцене, и за сценой, что называется, в таких подготовительных моментах. Вот это вот яркий пример, который буквально вот недавно состоялся у нас. Что касается московских проектов, то там, конечно, значительно больше таких осуществляется концертов. Ну, в Москве она и в принципе больше. Ну, мы стараемся, мы стремимся. Вот. И, знаете, я хотела бы немножко похвастаться. В этом году мы придумали, это вот уже по линии общественной палаты, мы придумали, попробовали такое. Мы провели благотворительный концерт, и все собранные средства направили на помощь одному из тверских коллективов. Это хоровой коллектив детской школы искусств номер один имени Модеста Петровича Мусоргского. И, вы знаете, у нас это получилось. Мы поняли, как вокруг этого мероприятия сплотились все абсолютно. Мы ни у кого не просили, знаете, вот, скажем, у нас не было меценатов каких-то у этого проекта. Мы все сделали, вот, по-честному, мы попробовали. Вот. Нас поддержали дети, студенты, учащиеся в школах, которые пришли на этот концерт, которые заплатили денежку, понимая, что эта денежка в конечном итоге пойдет на хорошие благотворительные дела. Вот. Многие, конечно, билеты приобрели по Пушкинской карте, но это не важно. Но, в общем, мы сделали, у нас это был первый такой пробный шар, и он у нас получился. А что исполняли-то? Ну, это, смотрите как, мы пригласили в Московский театр. Вот. Московский театр исполнил такое красивое произведение у них, называется «Москва в нотах». На самом деле, это история Москвы, даже, я бы сказала, история страны. История страны, развитие нашей страны. Вот. Главными действующими лицами были молодой человек, парень и девушка, которые встретились, которые переживали все исторические события, военные события, послевоенные события, ну вот, дальше 90-х. То есть, вот историю страны, которая была передана музыке в нотах. Называется «Москва в нотах». Ну, на самом деле, как вот история страны. Вот. Дети пришли, дети-студенты, которые пришли, были зрителями. Но наша задача была собрать средства, вот, собрать средства и эти средства передать на благотворительность. Вот мы это сделали. У нас получилось. А планы-то вообще какие? Ну, вот, Алексей, у вас в дальнейшем, вы тоже есть ли у вас такой формат, вот, как вот Светлана сказала, чтобы не только для подрастающего поколения, а как-то чтобы для всей семьи? Потому что давайте, ну, называть вещи своими именами. В общем, и родители, к сожалению, далеко не всегда знают хорошо историю нашей страны. Это имеется и военный аспект, и культурный. Кто-то там, ну, да, Рахманин, что-то слышал такое, а кто-то не слышал. И, то есть, соответственно, нужно, вот, как Светлана правильная сказала, наверное, вовлекать всю семью, от бабушки и дедушки до самого младшего внука. Вот как-то в этом плане вы предполагаете работу? Вы знаете, мы не просто предполагаем, мы ее ведем. Например, существует два таких параллельных проекта, которые касаются в том числе и, прежде всего, нашего города. Эти проекты связаны с конкурсами рисунков. Например, вот, день выходного дня. Это рисунок, это конкурс, в котором участвовали раньше только школьники Твери. Ну, что значит, что участвуют школьники разных возрастов? С ними всегда участвуют вместе и родители, и педагоги. И конкурс всегда проводится в торжественной обстановке. Вот, кстати, 1 июня будет подведение очередного конкурса. Он будет проходить, награждение победителей. Он будет проходить в галерее имени Зверякова. Всегда на вручение наград приезжает вдова Ефрема Ивановича Зверякова, Любовь Васильевна Шершова. Туда приходят родители, дети. В общем, все в такой торжественной обстановке. Это вот такое вот сработничество. Такой же конкурс мы проводили в прошлом году международный, посвященный Пасхе, праздник праздников. Мы об этом уже как-то разговаривали, об этом конкурсе. Вот, это тоже он охватывает, охватил несколько тысяч детей из России, Твери, в том числе и прежде всего, из Сербии, из Молдавии, из Белоруссии. Это тоже сработничество. Это тоже вовлечение в орбиту совместной деятельности не только детей, но и родителей и педагогов. И причем тема была выбрана нами специально. Это было посвящено Пасхе. И мы, знаете, сделали упор на то, чтобы не делать упор на то, чтобы привлечь детей из приходов Русской Православной Церкви. Они и так это знают, они и так это сделают. Мы сделали ставку на то, чтобы привлечь профессиональную школу, для которых это не является приоритетом. Но эта тема затронула почти всех, кто там участвовал. Были большие отзывы по этому поводу. Мы говорили, что мы ездим по всему миру, мы участвуем во многих пленэрах и участвуем во многих выставках, но почему-то никто никогда не предлагал нам тему, связанную с Пасхой, с нашей Православной Церковью, с праздниками нашими традиционными, с праздниками предков наших. Удалось отвезти наших тверских детей на финал этого конкурса в Минск. Ребята пообщались со своими сверстниками из других стран. Это такой пример и сработничества, и народной дипломатии в одном флаконе. А именно сейчас я считаю, что через общественные инициативы, общественные палаты, может быть, даже муниципалитеты это самая эффективная и настоящая дипломатия, которая возможна в данное время. Здесь, скажем так, практически нет политики, зато здесь очень много культуры, здесь очень много общения и построение понимания для детей, что мы такие же, мы все одинаковые, у нас общая культура, у нас общая история, у нас единое духовное пространство, которое действует. Мы одинаковые. Я думаю, что из этого должно прорасти то, что потом объединит наши народы и не допустит такого состояния, как сейчас происходит у нас с нашими соседями. Ведь то, что происходит, это явное указание на то, что целенаправленно на протяжении очень короткого времени, но целенаправленно разваливалось, подменялись исторические факты, рушилась русская культура. Ведь не зря же там сносят памятники не только советским воинам-освободителям, но и Пушкину, Лермонтову, нашим писателям, деятелям культуры. Потому что те, кто стоит у истоков этого конфликта, они прекрасно понимают, что надо убрать из общества культуру, убрать историю, убрать собственную идентификацию, и тогда с ними можно лепить все, что угодно. Можно им в голову вкладывать любую чушь, вооружать их автоматами и отправлять воевать с соседями, со своими братьями. Вот этого, конечно, нельзя допустить. Поэтому вот такая вот работа семейная, это очень важно. Это очень важно, вы правильно отмечаете, что семья должна быть вместе. Вместе, да. Такие вещи. А у вас по линии искусства, может быть, есть действительно какие-то планы пригласить сюда белорусских детей, сербских, к примеру. Тоже аналогичное мероприятие. Как сказал Алексей, это действительно искреннее общение, где нет политики, дети узнают друг друга. Не просто в ходе простого общения, не где-то на официальном уровне, а вот разговариваем между собой. Это, конечно, вообще очень здорово. К сожалению, чтобы собрать детей в Твери, на каких-то тверских площадках, это очень затратно. У нас нет таких средств, но мы к этому стремимся. Но каждый год в Москве проводит Международный фонд Владимира Спивакова проект «Такой Москва встречает друзей». Туда съезжаются не только со всей России и ближнего зарубежья. Туда приезжают дети и из дальнего зарубежья. Детели искусств, юные. Это и музыканты, и танцоры, и художники. И этот фестиваль, он длится несколько дней. На разных площадках Москвы. Как правило, открытие и закрытие в Московском Международном Доме Музыки, но на протяжении недели дети общаются. Общаются, разговаривают и понимают, что не все то, что мы получаем из средств массовой информации, правда. Уж тем более из интернета. Уж тем более из интернета. Или каждый пишет, что хочет, и совершенно не отвечает за свои слова. Уж тем более из интернета. И расставаясь, они продолжают общаться и дружить. Вот это очень важно. То есть это фестиваль, который сдруживает, если можно, если существует такое слово, детей, которые разговаривают абсолютно на разных языках. Потому что приезжают со всего мира. На языке детства и искусства. На языке детства, на языке искусств. Конечно, моя мечта сделать хотя бы какой-то один день на базе одной из тверских площадок. Но я пока не очень понимаю, откуда взять средства. Ну, к сожалению, мы все равно все упираемся в этом. Но я хочу сказать, в этом фестивале каждый год участвуют дети не только из Твери, а и из Тверской области. Причем очень активно. То есть это все равно для нас плюсик. Хоть мы не делаем это у нас, но мы делаем это в Москве и делаем это регулярно. А что рассказывают? Впечатления какие? Дети, ой, впечатления у них, конечно... Ну, во-первых, они обзавелись новыми друзьями. Для них это очень важно. Они же в этих соцсетях, они продолжают общаться. Очень важно то, что они живут одними ценностями, одними категориями. Опять же, если вернуться к семье... Ну, знаете, вот я сейчас о чем подумала. Люди, которые занимаются искусством искренне, наверное, все-таки они не способны уходить от каких-то традиционных ценностей. Они говорят об одном и том же. О том, чтобы была жива мама, папа, чтобы были здоровы бабушка, дедушка. И вот это очень важно для них. Они говорят об одном и том же. О том, чтобы был ему, в конце концов, мир. На этой хорошей ноте мы завершаем нашу программу. Нынешний год – год семьи, провозглашен в нашей стране. Как вы слышали из уст наших гостей, они делают все возможное, чтобы действительно сохранить нормальную семью. Слана говорил традиционно, я считаю, просто семью. Потому что, как я уже говорил, семья – это ячейка общества. Соответственно, если не будет этой ячейки, не будет общества, не будет государства. Спасибо вам большое, уважаемые гости, за ваш вклад. Ту лепту, которую вы вносите в сохранение института семьи, потому что институт семьи – это, как известно, ячейка общества. Без ячейки не будет государства. Соответственно, вы вносите свою посильную лепту в развитие нашей Родины. Это очень важно в нынешние непростые времена. Спасибо, что смотрели нас. Успехов в вашей семье, чтобы она была крепка, как никогда. Это была программа «Тема дня». До новых встреч.